А следующий сюжет для любителей классической музыки. Провинциальный коллектив, выступающий на самых престижных площадках страны и мира. Русский камерный оркестр отметил юбилей, 20 лет. И сделал это грандиозно. На одной сцене с курянами выступили музыканты из Швеции, Германии, Молдавии, солисты ведущих российских театров. На праздники классики побывала и наш корреспондент Юлия Матвеева. Сергеев, юбилей. Сергей, от души. Русский, конечно, хромает, зато эмоции искренние. Они проехали тысячи километров, чтобы поздравить Проскорина. Тем более, что юбилей, двойной, 20-летие оркестра совпало с 60-летием маэстро. Очень искренний, очень простой душевный человек. Мы с ним очень подружились. И я надеюсь, что эта дружба будет просто приумножаться в течение следующих лет. Сам не помнит, сколько дружит с Проскуриным композитор из Швеции Йоран Агдур. Совместные выступления, гастроли, мастер-классы. Мост Курск-Стокгольм скроен крепко. Не только Сергей. Все музыканты оркестра стали моими большими друзьями. Мы часто вместе выступаем. Особенно запомнился концерт в Севастополе. Эта музыка до сих пор в моем сердце. Музыка, от которой хочется танцевать босиком на песке. В буквальном смысле завели зал гостя из Молдавии. Когда-то Проскурин преподавал в Кишиневской консерватории и без преувеличения задал темп местной музыкальной жизни. Он большой вклад внес в культуру Республики Молдова. Он впервые открыл в консерватории Молдавской джазовое отделение. Он создал там джазовый оркестр. И у него тоже очень много новшеств в консерваторию. В этот вечер классический репертуар оркестра значительно расширился. Фолк, джаз, рок-н-ролл и даже советская эстрада. В день рождения так и хочется затянуть что-нибудь душевное. Поросло травой. Поросло травой. Поросло травой. Место наших детей. Журналисты к Проскурину на концерте не пробрались. Цветы, поклонники и бесконечные поздравления стали непреодолимой преградой. Но главное, он сказал, со сцены, взмахнув дирижерской рукой. Вперед, не сбавляя темпов. К следующему юбилею. Юлия Матвеева, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИН.